И так как наша позиция очень четкая, мы не поддерживаем Левитса, какой смысл нам с ним встречаться? Как говорится, там чайку предложить, конфетки какие-то, там Элларта сидела рядом, не улыбаясь, как всегда. Он такой президент, который любит гулять по красной дорожке, выступить с речью, которую Элларта подготовила. Ну скажем так, ход конем, чтобы по сути убрать Пиланса как потенциального президента. Да, есть, это представитель партии Латвия, Пирма Авиета, Айнерс Шлессерс. Добрый день. Добрый день. Обсуждаем перспективу господина Левитса на второй срок. Я, как понял из ваших записей, из вашей записи в соцсетях, вас президентская канцелярия, вашу фракцию приглашала на разговор, но вы отказались и не пойдете на эту встречу. Правильно ли я понял? И если да, то объясните свой отказ. Вы правильно поняли, потому что уже создавая партию Латвии на первом месте, Латвия, Пирма Авиета, мы четко сказали, что мы не будем поддерживать президента Левитса на переизбрание. И зачем тут играть какие-то игры? Он сейчас пробует собирать свои голоса для переизбрания. И так как наша позиция очень четкая, мы не поддерживаем Левитса, какой смысл нам с ним встречаться? Потому что президенту, у которого остались пару месяцев, по сути, ну, когда я задал вопрос о сути встречи, ну, типа, подговорить. Ну, о чем говорить? Конечно, он хочет понравиться депутатам, потому что много новых депутатов, избранных в парламент. И он наверняка хотел, может быть, тоже, как говорится, там, чайку предложить, конфетки какие-то там. Эллар-то сидел рядом, не улыбаясь, как всегда. Ну, вот мы решили, что пускай эти конфетки и чай, он, может быть, кому-то, как говорится, пригласит, скажем, детишек каких-то. Или тех людей, которые собирались у президентского замка, Риги, Спилс, когда он не выходил на встречи, когда там были разные протесты. Ну, пускай он пригласит простой народ, от этого будет больше пользы, а мы голосовать за Левитса не будем. Хорошо. Какие у вас планы у вашей фракции? Думаете ли вы своего кандидата выдвигать на президентских выборах? Ну, своего кандидата мы не будем выдвигать, потому что у нас конкретно записано в нашей программе, что президент должен быть избран народом. И мы будем еще выступать с этой инициативой, потому что партии, объединенный список в своей программе тоже четко записали, что они поддерживают именно то, чтобы дать право народу выбрать президента. Но, увы, в прошлый раз, когда было голосование, они проголосовали против. Я хочу еще раз обратиться к списку, объединенному списку, лично к Улдесу Пилансу. Все-таки, может быть, надо все-таки придерживаться тому, что вы обещали своим избирателям, и надо все-таки дать возможность народу выбрать президента. Потому что все эти игры вокруг Левитца. Ну, зачем? Надо, чтобы в стране был бы президент избран народом, и тогда было бы понятно, что он в ответе, что у него реальные мандаты. То сейчас пробует каким-то образом там что-то предложить. Сперва финансирование, госфинансирование партии, потом еще какие-то там конфетки и печеньки, то, что он предлагает. Ну, зачем? Я думаю, что Левитцу надо сказать, что он работал не очень успешно. Он все-таки, ну, рейтинг это показывает, что с народом он не общался. Он такой президент, который любит гулять по красной дорожке, там, выступить с речью, которую Элла-то подготовила. А с народом он не общался. А Латвии нужен президент, который все-таки готов общаться с народом, и президент, которого народ считал бы своим президентом. Левитц не такой президент, потому мы не будем голосовать за него. Будем реалистами, но вряд ли получится к следующим выборам президента так кардинально изменить систему устройства латвийского государства, принять все законы о том, что у нас будет президент избираться народом. Скорее всего, на 99,99% порядок голосования за президента будет таким же. Как будет голосовать ваша фракция? Будет ли она голосовать за кандидата, предложенного какой-то партией из коалиции? Это может быть... Ну, скажем так, вот конкретно объединенный список сказал, что они будут выдвигать своего кандидата. Хочу понять, кто будет этот кандидат. Будет ли это Уолдис Пилленс, скажем. Потому что вы видите, в чем вот только что господин Латковский сказал, что их партия представлена премьер-министром. Это высшая должность. Ну вот, у объединенного списка есть господин Смилтенс, спикер парламента. Ну, а что это значит? Если они будут выдвигать своего кандидата, то они могут рассчитывать, что у них будет президент и спикер? Я не уверен. Я думаю, что именно выдвижение Смилтонса было такой, ну, скажем так, ход конем, чтобы, по сути, убрать Пилленса как потенциального президента. Потому что две такие должности эта партия не может получить. Так что игра только начинается. Я думаю, будет очень интересно. Потому что я думаю, что не все люди, депутаты из национального объединения будут голосовать за Левитса. Я думаю, не все депутаты из единства проголосуют за Левитса. Так что будем смотреть. Потому что мы знаем, история показывает то, что иногда не хватает одного-двух голосов. Ну, скажем, если Пилленс сказали, что они будут выдвигать своего, это значит, они не будут голосовать за Левитса. И если мы считаем голоса, то единство плюс национал 39 голосов. Даже если прогрессивные тоже проголосуют 49 голосов. Даже если Смилтонс проголосует 50, а надо 51. Ну, вот посмотрим. Так что все только начинается. Я думаю, что каждый голос будет иметь большой вес. Но мне казалось, что продвигать Левитса, у которого рейтинг там минус 60%, как соцопросы показывали, что больше половины людей его не поддерживают. Я думаю, что все-таки единство и националы должны понять, что все-таки страна должна иметь нового президента, который будет ближе к народу. А не тот, который просто любит, как говорится, ходить по красным дорожкам. Спасибо вам большое, что нашли время, ответили на мои вопросы. Действительно, будем наблюдать, как это развиваться. Ситуация будет. Ситуация будет.